...конференция с представителями студенческого сообщества Харькова. Они выступают против создания карманного областного студенческого совета и не хотят стать предметом манипулирования предвыборной гонки. Студенты отручат свое заявление председателю Харьковской областной государственной администрации и обнародуют концепцию развития студенческого самоуправления Харьковщиной, насколько я понимаю. Итак, Никита Андреев, глава Харьковского областного студенческого совета. Ярослав Ланецкий, глава студенческого волонтерского штаба при совете. И Алла Карбан, глава студенческого альянса НТУ и ТПИ. Никита, начнем с вас, потому что вы озвучите основные тезисы, с которыми пришли к нам. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер, футболисты, те люди, которые смотрят, понимают, что на интернете может показаться славным, что мы с представителями студентов. И летом, когда время каникул, то есть это прям какой-то пресс-конференция. Но так или иначе, очень много изменений в системе образования. Ручшие школы сейчас происходят и на национальном уровне, вы знаете. То есть очень много таких изменений, которые в СМИ очень много разстрадились, в том числе по отмене трехлетней отработки для студентов и на уровне грузов. Сейчас проблема выдачи диплома. То есть, несмотря на каникул, вот эта жизнь, она постоянно кипит. И нам, как представителям студентов, как представителям областного студенческого совета, которые должны защищать того студента, нам нужно быть постоянно в курсе событий. И даже летом мы по сути не отдыхаем. Но сегодня тема нашей конференции действительно обращение председателя областной государственной администрации. Хочу сказать, что сейчас идет реорганизация Харьковского областного студенческого совета. Очень скоро, в течение ближайшего месяца, до конца лета точно, будет утвержден новый состав Харьковского областного студенческого совета. Соответственно, будет утвержден новый председатель Харьковского областного студенческого совета. И тут у нас есть небольшие риски. Риски связаны с тем, что в последний год, вы знаете, что у нас было много таких событий, и Харьковский областной студенческий совет стал реальным тем инструментом студентов, который позволял изучать свои права. Это связано даже не только с ситуацией по льготам в метрополитене. У нас было много частных случаев, когда студенты обращались. У нас были случаи, когда мы еще в прошлом летом просили оставить студентов летом в общежитиях, несмотря на то, что да, они выпускались в связи с тем, что они были из зоны РП. И много-много других случаев. И, соответственно, многим сторонам, некоторым сторонам эта ситуация может не понравиться. Что студенты как бы говорят свой голос, что им невозможно управлять, что они показывают свою позицию. И мы не хотим, чтобы эти стороны другие, я имею в виду и, возможно, администрации вузов, и, возможно, профсоюзы, чтобы они как-то влияли и захотели поставить своего карманного председателя, свой карманный совет. Вот поэтому студенты сделали такое обращение. Алла, председатель студенческого альянса Харьковского политехнического института, одного из центральных вузов города, она немножко больше про это расскажет. Здравствуйте. В связи с тем, что возникла такая ситуация, что возможен риск того, что главой областного студенческого совета может быть выбран человек, который не поддерживается студенческими лидерами большинства вузов Харькова, нами было составлено коллективное обращение к председателю Харьковской областной госадминистрации, в котором студенты просят назначить главой студенческого областного совета Ванецкого Ярослава. Это коллективное обращение было подписано лидерами студенческих самоуправлений большинства вузов Харькова. Мы считаем, что Ярослав это достойная кандидатура, поскольку он участвовал активно в деятельности областного института на протяжении последнего года, активно принимал участие в полтора метровом протесте, защищал права студентов и разбирается в том, как защищать права студентов и как дальше развивать работу данного органа в природном совете. Да, действительно, как уже Алла сказала, важно, что на это обращение подписали большинство председателей областной инвестации. У нас есть письмо с живыми подписами, то есть мы можем уважаемым журналистам это потом или сейчас показать. Также в связи с тем, что сейчас идет реформа высшего образования, знаете, что уже год действует закон Украины про высшее образование и там очень много полномочий дано студентам, то есть там проголошено то, что студенты принимают участие в управлении высшими учебными заведениями, формирование и реализация образовательной политики. То есть мы составили концепцию развития студентского основного управления Харьковщина на 2015-2016 год, в которой мы тоже предлагаем и призываем областную администрацию и председателя областной администрации принять европейский опыт, принять те нововведения, которые есть в законе Украины про высшее образование и уже не только на национальном уровне привлекать студентов к вопросам, да, которые в сфере высшего образования и молодежной политики, но и на уровне регионов. Ярослав сейчас расскажет, а там немножко пойду концепцию. Добрый день. Ну и у вас ставлен концепт с развитием студентского основного управления Харьковской области на следующий год. Вы можете потом ознакомиться, мы передадим им. Мы определили несколько блоков проблемных вопросов, которые подникали перед студентами и студентским обществом, среди которых мы выделили такие, как низкий уровень вовлеченности в студентской молодежи в формирование и реализацию молодежной и образовательной политики в Харьковской области. Также следующий блок, это был основной комплиментации закона Украины о высшем образовании, который касается непосредственно студентским самоправлением, это как финансирование, так и участие в управлении высшим темным заведениям и тому подобное. И, что немаловало, это ограниченное восприятие студентами именно функционального назначения и предназначения в основном управлении. Это не только развлечение, но также защита права студентов, это правдивение всякого рода мероприятий направлено на интеллектуальное и личностное развитие студентской молодежи. Как мы видим решение этой проблемы? Во-первых, по-другому, студенты обвлечены в реализацию и формирование политики. Мы считаем, что было бы хорошо, если бы представители Украины и Украины проводили встречи с представителями студентского самоправления, обсуждали вопросы и проблемы, которые есть у студентской молодежи и пути их решений. Также, помимо этого, нам было предложено проведение регулярных соцопросов, которые были направлены на то, насколько молодежь довольна в проведении регулярной политики, направленной на развитие молодежи и молодежной политики в регионе. И, помимо этого, мы также предлагаем проводить ряд тренингов и обучения для студентов, которые будут направлены на именно имплементацию законов Украины о высшем образовании. То есть, мы в целом, будем сказать, что действительно, за последний год был очень большой шаг, сделанный к демократизации системы общения студентов и областных инстанций. Впервые за все время независимости нас, как областной студенческий совет, не контролировали, да, в областном смысле этого слова. Не говорили, что нам делать, что принцип было и при предыдущей власти, то есть и при предыдущих каденциях областного студенческого совета. Это большой шаг вперед. И это позволило нам во многих случаях ставить право студентов. Теперь мы должны сделать следующий шаг. То есть, мы теперь должны вовлечь студентов уже в формирование, принятие и реализацию решений, которые касаются молодежной образовательной политики. Не может быть так. Особенно в Европе это вообще как бы непринятно. Когда принимается какое-то решение, которое касается студентов, оно принимается без студентов. Так не должно быть. Вот. И опять-таки, почему мы собрали эту пресс-конференцию, почему мы так волнуемся, да, про те риски, о которых говорила Алла, да, потому что впереди местные выборы, вы знаете, да, а мы хотим еще раз заявить, как мы заявили, заявляли тоже во времена зимних событий, да, с полтора метра протестом, что мы не представляем никакой политическую силу и мы не хотим стать предметом манипуляции ни в какой политической силе. То есть мы только работаем на студентов, представляем студентов и мы хотим, чтобы это было так и дальше. То есть поэтому мы действительно благодарны тем департаментам, да, которые с нами работают в последний год, облога с администрацией за то, что уже такие есть изменения, то, что мы можем сделать. Мы хотим еще сделать еще следующий шаг, еще ближе стать к демократической, да, системе общения и к европейской практике. Вот. Поэтому спасибо за внимание. Возможно, у вас будут какие-то вопросы. С удовольствием ответим. Да, давайте. Объектив новости, если можно, вопрос. Вы опасаетесь того, что станете как-то участвовать манипуляциям. Были, может быть, какие-то случаи, какие-то факты? Почему возникли, собственно, эти опасения? Или это так вот на первую? Нет, смотри, у нас есть действительно как бы опасения. У нас есть факты о том, что некоторые представители высших учебных заведений и профсоюзов, в том числе областного профсоюза, знаете, что там председатели, лепутат областного совета, что они захотят иметь своего председателя областного студенческого совета. Почему? Потому что мы в последний год, в той каденции, в которой мы были, мы продуцировали решения, которые не согласовывались с профсоюзом, с администрацией, мы их согласовывали только со студентами. То есть, соответственно, это нормальная практика, это политическая теория, когда кто-то, когда ты занимаешь какую-то политическую нишу, да, и через себя проходят все решения, а потом это перестает так происходить. То есть, хотят восстановить статус-кво. И мы хотим сохранить то, что мы наработали, это действительно достижение. Это достижение студентов, да, и областного администрации, те, которые нам позволили действительно защищать право студентов. И мы хотим это сохранить и сделать шаг вперед. И мы знаем, что перед местными выборами мы уверены в этом, что будут стороны, которые захотят это иметь. И мы хотим быть готовы. Спасибо. Есть еще вопросы? Тогда у меня вопросы с реформированием и новыми правилами. Я так понимаю, и больше финансовых полномочек у студенческих советов, да? То есть, какие они, и на самом деле они сейчас набирают силу, и студенты настолько же пользуются, насколько это прописано в законе? Очень хороший вопрос. Во-первых, вопросы реформирования высшего образования. Можно назвать еще одну пресс-конференцию. Там очень много таких вопросов интересных. Хочу сказать, что в том законе Украины про высшее образование, которое сейчас есть, в его написании принимали участие представители Украинской ассоциации в студенческом управлении. Там действительно позиция студентов отображалась. Почему мы говорим, что энергия нам и уровень не можем делать? Органы студенческого самоправления согласно этого закона действительно имеют финансовую автономию. ВУЗ по закону должен выделять полпроцента от своих властных надходжений, от специального фонда так называемого, насчет студенческого совета. Эта норма имплементирована в меньшинстве высших учебных заведений Украины, в том числе и Харькова. К сожалению, в УЗах 1-2 уровня аппетации она не имплементирована, как правило, вообще. 3-4 уровня аппетации, там ситуация лучше. Но, опять же, возвращаемся к тому, что там, где органы студенческого самоправления сильные, а сильные они там, там, где студенты и в этом заинтересованы. Там финансирование идет. Ваша администрация УЗа понимает, что этот орган студенческого самоправления выбран студентами, поддерживается студентами, и с ними нельзя нагрешать закон. Есть сейчас часть УЗа, в которых это не имплементировано, и мы при первом же сигнале, при первом же обращении представителей органов студенческого совета, студентов какого-то УЗа, о том, что у них нет финансирования. Мы сразу готовим письмо. Как правило, это письмо рассматривается, принимается позитивное решение. Но есть УЗа, в которых таких обращений вообще нет. То есть мы призываем студенты, вот проблема в том, что... Можете назвать конкретные эти УЗы? Конкретные УЗы, в которых нет финансирования, я могу сказать конкретные УЗы, в которых есть финансирование, а в остальных нет. То есть в том же ХАПы я знаю, есть, в Каратина я знаю, есть, то есть в больших УЗах, да, в президенте есть, в ХНУРе есть, но их меньше спор, то есть их легче назвать, в которых они есть. А в некоторых есть, но формально. То есть по отчетам они, когда проходят аккредитацию в УЗы, пишут что-нибудь для этого финансирования. На самом деле его нет. Вот. Поэтому мы призываем студентов обрешаться к нам. Проблема также сейчас состоит в том, что студенты не привыкли воспринимать органы студенческого самоправления, как органы, которые способны защитить их права. Это объективно, это объясняет. Почему? Потому что органы студенческого самоправления последние годы, да, все годы независимости Украины, до последнего времени, были контролируемые руководством ВУЗов, назначаемые руководством ВУЗов. И, как правило, занимались не защитой про студентов, что по природе студенческого самоправления заложено, а занимались организацией только лишь КВН, министр, футбол и так далее. Это не защита про студентов, очевидно. И те ВУЗы, которые сейчас осознают это, сейчас процесс пошел, мы пытаемся этому как бы способствовать. В Хаке ситуация лучше, чем в других регионах, явно, но не такая, как хотелось бы увидеть. Там, где эти органы студенческого самоправления начинают понимать, то там студенты получают своих представителей и возможность отставить свои права. То есть мы к этому стремимся, и мы до этого, в принципе, работаем. Да, есть еще вопросы на центре облачения. Я говорю с Владимиром, какие у вас субтитры? Это сейчас выборы, наобнажались, ну, кто скажет, до вас уже звертался, с какой-то своей позиции вы дотримали, с политической силой, чем не звертался? И вот я бы, так сказать, где эти розыгрызали, кто-то будет звертаться до вас? Скажем так, к нам никто не обращался, но вопрос участия студентов местных выборов, конечно же, актуально, то есть вы правильно заметили. Моя позиция субъективная, да, ну, во-первых, мы можем говорить, что у каждого студента, у каждого студентского лидера есть своя позиция, то есть я бы скажу свою субъективную позицию, что студенты действительно должны иметь свое представительство в органах местного самопродума. Да, это нелогично, когда, то есть, студенты занимают большой процент в городе, да, вообще жители города, особенно в Харькове, то есть они имеют своего представительства. Да, может, какие-то студенты будут идти баллотироваться в городсовет, и, конечно, мы будем поддерживать не политические партии, а тех конкретно студентов, которые идут от имени студентов и будут представлять мнение студентов. К сожалению, тот закон про местные выборы, который приняли, к сожалению, большому, и мы этим очень не строим, он не позволяет делать самовыдвижение и заставляет тех, кто хочет баллотироваться в городсовет, прикрепляться к какой-то политической партии. То есть в этом случае мы надеемся только на то, что это будет не какая-то брендовая партия, которую все знают, да, а просто какое-то объединение ротасов-активистов, которые собрались, которые не заплюмованы, так сказать, политическое новое, просто создали какую-то свою политическую партию или объединились только таким образом. Так, к сожалению, та система, которая есть, она приносит большие трудности. Но моя субъективная позиция, что студенты должны представлять, ну, студенты должны представлять, кто-то в городсовете, в обусы эти. А то же проблема, вы не те, как представляете, а вы должны добавлять на эту платформу, которая выходит в цели. Однозначно. Ну, наша позиция, во-первых, та, чтобы были соблюдены те законы, которые есть, и чтобы не было политической агитации в вузах. То есть, потому что это неправильно. И раньше это было. То есть, во времена 20-10 десамбра 2015 года, даже полный парламентский выбор в 2012 году, тогда еще, ну, я тогда уже был студентом. То есть, действительно, такое было нарушение. Приходили депутаты определенные, да, кандидаты были заинтересованы. То есть, нам главное, чтобы такого не было. А если студенты какие-то поединуты, да, в большинстве партии, то студенты должны поддержать, прежде всего, своих студентов в этой партии, а не партию в целом. То есть, не делать бездумную агитацию, которую нарушают законы. Вот такая позиция. Светное такое запитание. Выпорежуете. Скажите, пожалуйста, ну, Влада, высуну, какого-то из ваших глав, и поставил, что это будет лидер студенции, который как раз представляет, там, кандидат, какие-то партии, кто висит в уровне главных. И вот, уже буду сказать, это же закинчена, как бы, кандидатура. Что будет делать? Как будет делать? Вы будете высовывать свою кандидатуру, или вы будете тренировать то, что есть? Ну, смотрите, по той же системе, которая есть там, как бы, движение вокруг, то есть списка, как бы, ковырек нет. Поэтому, соответственно, там, где там есть участок, в котором там есть несколько общежитий, да, там будет, может быть, теоретически свой студент, который из этих общежитий они будут построить. По другому участку там труды стоит. То есть не будет такого, как вот, знаете, мы ожидали, будут политические списки и весь город, в тебе, будет холодold. То есть это нам позволяет делать то, что с одного общежития будет свой представитель, а другому school. И они, соответственно, не учитывают. То есть может быть, это будет как модель такая. То есть, ну, это зависит от студентов, от их готовности. Опять же, у нас много вузов, 33 вуза 3-4 уровня квитации, казалось бы, мы должны иметь 33 студенческих лидера, которые поддерживают студентов, но реальных лидеров, которые студенты поддерживают, которые студенты по новому закону выбирали прямым тайным голосованием, с бюллетенями, так как положено по закону, но их силы будет 10-15, за которыми реально могут быть и студенты. Потому что во многих вузах, да, есть лидеры студентского самоправления, но они с клиентами не поддерживаются, но это объективная реальность, но позитивный момент тоже, что сейчас ситуация лучше, чем была, допустим, два года назад, когда почти все органы студентского самоправления были ручными, то есть прогресс есть позитивный, нам нужно кого-то сохранить, поэтому мы, собственно, и собрались тут, чтобы сделать такой месседж, что Харьковский областной студенческий совет должен быть тоже независимым. А можно поговорить еще раз, если бы уже назвали, что есть 10 отрывов, что есть 10 права, может быть, какие у вас силы провели? Нет, я сказал, например, нет, это, я думаю, рано, я сказал примерно, то есть то, что я вижу, то, что ты говорил, меньше половины где-то органов студентского самоправления, они такие, которые уже к этому созрели, да, к такому процессу, а остальных нужно еще работать, мы работаем. Мы не говорим, что те органы студентского самоправления в тех кузах, там, где они достаточно низкий уровень развития, что они в этом не нравятся, так сложилось, то есть они в этом не нравятся, им нужно только помочь, для этого должен действовать Харьковский областной студенческий совет, он должен действовать ради интересов студентов, и все будет нормально, время пройдет, все будет нормально. То есть систему студентского самоправления стран Европы тоже строились не один год. То есть мы недавно к нам приезжали с Европой, в Юдент Юнион, представителей в Киев, мы с ними общались. Допустим студенческий совет национальный, Норвей, уже 100 лет. Орган студенческого самоправления там тоже соответственно 100 лет. Там, на балансе органов студенческого самоправления, общежития, студенческие клубы, они созрели уже также для того, чтобы реально управлять полностью на балансе, иметь общежитие. Мы тоже когда-то к этому приедем. Главное, чтобы этот процесс шел полномерно, чтобы никто не хотел в него втрубшаться в плохом смысле этого слова. Если есть вопросы, задавайте. Нет вопросов, спасибо большое. Спасибо, уважаемые журналисты, спасибо большое.